Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами будем разбираться, как бороться с тлей. Это маленькое, мелкое, слабое насекомое, которое легко раздавить одним пальчиком, тем не менее, очень и очень вредоносно и способно испортить настроение любому садоводу. Так как с ней бороться? Самый важный этап в борьбе с тлей – это начало вегетационного сезона. Если присмотреться на молодые ветки яблони, прошлогодние, то можно увидеть на них большое количество овальных черных точек. Это не что иное, как яйцекладка тлей. И она ждет первого тепла, чтобы как только почки распустятся, начать высасывать из них сок. Поэтому самая важная обработка – это первое – в период набухания и распускания почек. Если вы уберете в этот момент тлю, то, пожалуй, избавитесь от нее в саду надолго. Конечно, тля может прилететь от соседей, и она так и сделает, но у вас уже не будет этого запаса. Что можно использовать в это время, в период, когда почки только набухают? Во-первых, это препарат номер 30. 30 плюс или профилактин на основе масла, вазелинового масла. Дело в том, что этот препарат обладает действием как против насекомых, взрослых, так и против их яиц. Это очень важный момент. Кроме того, эти препараты еще помогут вам справиться в саду с целой армией других опасных вредителей, таких как щитовка запятовидная, ложнощитовка, различные яйцекладки клещей. Поэтому старайтесь не пропустить обработку сада в период набухания почек, до того, как они распустились. Следующий важный момент – это распускание почек, развертывание листьев до цветения. Нужно провести хотя бы одну обработку. Но самое главное правило, которое должен помнить садовод – ничего слишком. Если вы осмотрели свои деревья и не нашли на ней тли, а куда нужно смотреть? На молодые листики, на неодревесневшие верхушечки побегов. Значит, у вас все в порядке, и вы ограничиваетесь народными средствами, биопрепаратами, которые помогут сохранить экологическое равновесие в вашем саду и, соответственно, безопасность. Если же вы видите на листиках одну, две, три этих маленьких козявочки, то самое время сделать хорошую обработку. Как биопрепаратами типа окарин, фитоверм, так и более серьезными, такими как октара, децис, карате, конфидор, шерпа и так далее. То, что разрешено конкретно в вашем регионе против этого вредителя. Я лично придерживаюсь того правила, что лучше предупредить бурное размножение тли и других вредителей, нежели потом справляться с целой армией их в саду, когда приходится применять тяжелую химию буквально каждые 2-3 недели. И тогда наши яблоки больше будут похожи на таблетки, только таблетки с пестицидами. Поэтому, уважаемые садоводы, периодически осматриваем свои растения на предмет появления этого вредителя. И как только он появляется, применяем защиту. Будь это биопрепараты, если вы приверженец этих методов, либо препараты тяжелой химии, тяжелую артиллерию. Применять химию нужно строго по инструкции, не превышая концентрацию. Обязательно соблюдаем правила техники безопасности. Применяем инсектициды от тли в ранние утренние, либо вечерние часы, либо в пасмурную погоду. Также следим за тем, чтобы рядом не было пчел, особенно если вы держите ульи. Именно поэтому никакие инсектициды во время цветения применять нельзя. Поэтому если вы держите пчел, а у вас завелась тля, обратите внимание, конечно же, на биопрепараты, либо проводите обработку тогда, когда пчелы отправляются на ночевку. Тогда для них вреда не будет. Для тли характерно огромное количество циклов размножения. Она размножается просто лавинообразно. Поэтому пускать ее из виду ни в коем случае нельзя. Если вы думаете, что после цветения, обработав один раз, вы успокоитесь и больше ее не увидите, я вас разочарую. Буквально каждый месяц, как минимум, вам нужно проводить профилактическую обработку. Ведь если это не сделать, то можно получить уродливые, плохо развитые яблоки. Можно получить искривленные побеги, которые начнут отмирать. И деревья потеряют всякий вид. Именно поэтому тлю так не любят садоводы. Кстати, для того, чтобы тли было в саду поменьше, нужно знать несколько маленьких секретов. Первое. Тля очень любит загущенные кроны, поэтому применяйте прореживающую обрезку. Второе. Тлей кормят своих птенцов практически все маленькие птички, такие как синицы, воробьи, славки, пеночки. Поставьте у себя в саду несколько хороших дуплянок, скворечников, только с маленьким литком, именно на этих птиц. И они постараются помочь вам в борьбе не только с тлей, но и другими вредителями вашего сада. Ну и наконец, сейчас есть очень большой выбор биопрепаратов, которые помогают сдерживать размножение этого опасного вредителя и не наносить ущерба окружающей среде. Это могут быть препараты на основе табачной пыли, табазол. А это могут быть препараты на основе жизнедеятельности различных грибков и бактерий, таких как бетоксибацилин, фитоверм, окарин и другие. Все это поможет справиться с тлей, если только она не успела сильно размножиться, и опять же сохранить экологическое благополучие в вашем саду и получить экологически чистые продукты. Ну и наконец, осенью обязательно удаляйте все поврежденные тлей, искривленные побеги, на которых может быть яйцекладки. Вырезайте стволовую и пневую поросль. На ней очень охотно селятся эти вредители, фактически там образуется такой очах в тенечке. Такой поросли быть не должно. Прореживайте крону, если там появляются волчки. На них тоже любят селиться тля. Ну и конечно, это борьба с муравьями, которые разносят тлю по нашим деревьям, просто как фермеры разводят своих коров. Для борьбы с муравьями можно использовать такие препараты, как, например, муравьед, либо их аналоги. Убрав муравьев из сада, мы иногда исправляемся с тлей даже без использования химических препаратов. И наконец, маленький секрет. Для того, чтобы борьба с насекомыми, не только с тлей, была эффективной, нужно чередовать препараты. Если мы раз за разом будем применять один и тот же препарат, у вредителей выработается устойчивость. Появятся новые формы тли, которым эти наши обработки этим препаратом будут безразличны. Они у нее будут вызывать только легкий насморк. Для того, чтобы этого не произошло, обязательно смотрите на действующее вещество, указанное на баночке с препаратом. Дело в том, что многие фирмы выпускают аналоги. Названия разные, действующее вещество одно. Например, новоктион и фуфанон. Это тоже одно и то же на основе молотиона. Обычно действующее вещество вписывается снизу под названием препарата курсивом в скобочках, более мелким шрифтом. Поэтому, когда вы подбираете себе препараты на сезон заблаговременно, смотрим на то, что именно стоит в скобках, чтобы не повторяться. И тогда борьба с вредителями будет гораздо эффективнее и нанесет окружающей среде гораздо меньше вреда. Каждый из вас может выбрать из предложенного мной свой конкретно способ. Будь это использование биопрепаратов, а либо химии, а либо, что будет самое правильное, это сочетание средств биологической защиты, химической защиты и агротехнических приемов. Только тогда наша борьба с вредителем, с этой тлей будет действительно эффективной. Надеюсь, соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете защитить ваш сад не только от тли, но и от других вредителей сада и огорода. Процветания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам огромное за ваши лайки, за ваши просмотры. И я надеюсь, вы еще долгие годы будете нашими зрителями и подписчиками. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok